Пришли ко мне и говорят, чтобы слова Путин со сцены произнесено не было. Как я хорошо их спросил. Я их спросил, это не цензурное слово? Они так замялись и бочком-бочком от меня, а я им кричал вдогонку, это хорошее слово. Ну правда, вы вдумайтесь в логику, мне вырезают все на телевидении сегодня, это просто игра какая-то. Они всего боятся, им кажется, что Путин за каждым из них наблюдает персонально, как Господь Бог отслежит все телевизионные передачи, сам с утра до вечера этим занимается только. А потом, что я сказал? Я ничего плохого не сказал. DVD-диск Путин, я же не сказал, как его прозвали. Знаете, его в Сибири назвали, ему кличку дали в Сибири, Лили Путин. Это наши люди дали кличку, это не я, потому что слова красивые, а дела-то лилипутские. Ведь посмотрите, я лично хотел бы, чтобы наш президент был человеком слова, хотя бы одного, а он человек слов красивых. А я хочу, чтобы он сдерживал, держал свое слово. Сказал мочить? Мочить. Нет сортина в строй, полно строителей. Это был предвыборный слоган, мы выбирали его благодаря этому слогану. Ну, на следующий день ко мне пришли два чиновника по умней из ФСБ. Видимо, отбор был какой-то, тестирование. Вообще, ФСБ, если вы ездили, впрочем, куда от вас денешься, вы здесь ездите? Ну, вы извините, вы так порозен, ребята, нормальные совершенно. Но все вместе это новая всероссийская беда, друзья мои. Они ездят на разборки вместе с бандитами теперь. То есть бандиты крышуют по всей России, допустим, игровому бизнесу, а ФСБ крышует бандитам. И те бандиты выигрывают разборку, за которых поглавнее чин ФСБ стоит. То есть вот такая парадоксальная ситуация. И вот пришли два, значит, ФСБшника и говорят, имейте в виду, в зале сегодня будет два представителя ФСБ. Я, по-моему, тоже нашелся, что ответить. Я его спросил, во-первых, только два. Они говорят, два особенных. Я говорю, почему? Они будут за вами все записывать. Напугали. Я бываю остроумен иногда. Я переспросил, мне помедленнее говорить. Хотите, я два раза буду повторять это все? А действительно получается, знаете, что произошло в России? Вот я проехал по многим городам, здесь же большинство людей так не ездит, как я. И я вам должен сказать, рейтинг у нашего президента сохраняется, рейтинг. А уважение падает.